Приветствую вас, мои дорогие друзья! Я предлагаю к вашему просмотру новый плейлист. Точнее, он сменил только название, в нем будут постепенно появляться новые ролики. Называется он Модный обзор. У меня в последнее время надоело, что наибольшее количество просмотров занимают ролики про Модный приговор в достаточно таком фариковатом формате. Но я понимаю, что тот формат роликов, он просто привлекает на мой канал совершенно ненужный мне контингент. Это женщины, которые совершенно не умеют как-то культурно выражаться, которые считают, что их мнение это самое важное. Поэтому из плейлиста про Модный приговор этот плейлист перерос именно в Модный обзор, где я буду вам рассказывать о разнообразных книгах, журналах, передачах, которые связаны с Модой. Буду делать инстаграм-обзоры. Сегодняшний обзор будет посвящен книгам об Эльзе Скиапарелли. Русскоязычных книг я знаю всего три. Одну я еще не читала, она из серии маленькая книга, называется Скиапарелли, написала ее Эмма Бакстер Райт, а вот о двух других. Это книга Джудит Уатт «Легенды моды» об Эльзе Скиапарелли и мемуары самой Эльзе Скиапарелли «Моя шокирующая жизнь». Вот об этих книгах я расскажу вам поподробнее. Вообще я люблю читать книги в электронном формате, поэтому большинство книг, которые я читаю, я именно загружаю их на телефон. В моей домашней библиотеке книг не так много. В основном это что-то по кулинарии, какая-то психология. Но когда я узнала, что у Эльзе Скиапарелли есть книга-мемуары, в которой называется «Моя шокирующая жизнь», я срочно побежала в книжный магазин, но книги такой там не было. Поэтому мне пришлось купить вот такую книгу Джудит Уатт. Серия это называется «Легенды моды», и конкретно эта посвящена Эльзе Скиапарелли. Как вы можете видеть, здесь вот такая вставка. Конечно, конечно, это цвет фуксия, которая изобрела Эльза Скиапарелли. В данной книге есть свои плюсы, есть свои минусы. Давайте сначала начнем с хорошего. Книга очень красивая, очень красочная, очень много визуального материала. Само оформление, сама конструкция достаточно прочная, потому что тут присутствует жесткий переплет, плотные страницы, глянцевые. Очень приятно читать, очень приятно держать в руках. Интересно само то, что эта книга об одной из самых ярких женщин 20 века Эльзе Скиапарелли, женщине, которая просто совершила, на мой взгляд, революцию в мире моды. На этом, наверное, основные плюсы заканчиваются. Самый большой минус этой книги в том, что здесь очень много действительно отсылок на журнал ВОК, потому что в те годы, когда жила и творила Эльзе Скиапарелли, в довоенное время, это был лидер среди модных изданий, если не сказать, это был единственный такой авторитет среди модных изданий. Иллюстрации, которые представлены, это не эскизы самой Эльзе Скиапарелли, это все-таки рисунки художников этого журнала, а фотографии, которые там присутствуют, но их нельзя назвать какими-то труднодоступными. В принципе, поискать в интернете они запросто всплывут в поисковике. В принципе, книга достаточно интересная для прочтения, для того, чтобы как-то немного вдохновиться, потому что, ну, действительно, она достаточно такая красочная, вот тут, то есть вот эти иллюстрации, очень их много, все пропитаны духом того времени, духом сюрреализма. Если вам интересно почитать об Эльзе Скиапарелли, то я считаю, эту книгу обязательно нужно почитать. Ну, а я перехожу к обзору следующей книги. Эту книгу, к сожалению, мне не удалось пока что найти, но, в принципе, я ее уже прочитала в электронном варианте. Это то, зачем я, собственно, игналась. Книга Эльза Скиапарелли «Моя шокирующая жизнь». Вот об этой книге мне вообще сказать практически негативного нечего. Единственное, я почитала по отзывам, кому-то не нравилось, что Эльза пишет немного странно, в том смысле, что она иногда пишет про себя скиап, как бы, знаете, от третьего лица, иногда пишет от первого лица. Меня это не смутило. Самое главное, это то, как она пишет даже о самых тяжелых моментах своей жизни. Она пишет с долей юмора, с некой такой иронии. Лично я советую вам почитать обе книжки, если вам интересна биография Эльза Скиапарелли. Ну, я надеюсь, вам понравилась новая рубрика, модные обзоры, поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, на какие, возможно, передачи, книги, возможно, какие-то каналы на ютубе, инстаграмы. Вы хотели бы увидеть обзорчики, но пока что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и всем до встречи, пока!